В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Праздничные наряды, изготовленные по индивидуальному заказу, обычно не теряют актуальности долгие годы. Три авторские концепции сегодня представлены в нашей рубрике «Стильные решения». Рекомендаций относительно праздничного наряда в этот предновогодний период звучит немало. Сегодня концепция стильных решений посвящена идее нежности. Деликатные оттенки, легкие сетки, тончайшее кружево. Воздушное платье из французского кружева «Софиолет» воплощение образа Натальи Ростовой, нежного, романтичного, женственного. Основные цвета икрю и горький шоколад повторяются в отделке, тонкой кружевной тесьме, жемчужинах и бусинах. Повторить идею можно в более ярких тонах кружевного полотна – бирюзовом или малиновом. Но обязательно с традиционным цветочным плетением. Еще один нежный и при этом актуальный образ. Классическому крою бального платья придает современности сочетание кружева, нескольких оттенков и фактур, а также роскошная вышивка ручной работы, асимметричный вырез горловины и украшение в виде бабочки. В идее такого платья не столько важен выбор цвета, сколько сочетание в одном образе кружева нескольких фактур. Тонкая шантильи, более плотная, кордовая, и чем богаче все это декорировано, тем лучше. А это образ дивы эпохи арт-деко. Богато инкрустированное кружево бисером, жемчугом и цветами из тонких репсовых лент дополняет многослойная шифоновая юбка цвета припыленной лаванды. Широкие ленты медного оттенка, опоясывающие талию, работают в направлении изящества. Для создания этого ретро-образа можно использовать кружево ахроматической гаммы или в металлических оттенках, а геометрический рисунок подчеркнет стиль эпохи. Ну и, конечно же, украшения из жемчуга, страз и шелковых пайеток. Все то, что уместно в блеске новогодних огней. Кружево, в каком бы оттенке оно ни было представлено, всегда ассоциируется с идеей изящества и женственности. А еще без него не существует вечерней моды. Это Бьюти Тайм. Мы продолжаем наш марафон под названием «Подтянись к Новому году». Очередная серия предпраздничного апгрейда прямо сейчас. Главный враг красоты морщины в молодом возрасте появляются как мимические. А затем, если вовремя не принять меры, остаются на лице в качестве постоянных. Один из самых быстрых и эффективных способов остановить процесс старения – инъекции ботулотоксина. Данными препаратами можно скорректировать любые морщины в межбродной области, затем горизонтальные морщины в области лба и так называемые гусиные лапки в переорбитальной, то есть около глаз. В нашей стране зарегистрировано 6 препаратов. Первый препарат – это ботокс. Второй – это препарат «Диспорт». Третий – «Токсиамин». Четвертый препарат – «Лантокс». «Релотокс» – «Россия». И совсем недавно на рынок вышел «Ботулакс». Это производство Южной Кореи. На этих препаратах нужно и работать. Инъекции ботулотоксинов обычно проводят за пару недель до важного события. Эффект, конечно, может наступить и раньше. Но все же специалисты рекомендуют оценивать результат минимум через 10-14 дней. В центре «Наука красоты» сотни услуг для преображения. Коррекция фигуры методом 4D – 2500 рублей за сеанс. Перманентный макияж микроблейдинг – 3825 рублей. Вечерняя укладка волос – от 1000 рублей. Улица Косырева, 63. Телефон 77-88-177. Вся роскошь ткани «Тесуры» для тебя. Салон ткани «Тесура» на Тимирязево, 26. С 6 по 26 декабря совершайте покупку в бутике «Елена Миро» и выиграйте сертификат на 10 тысяч, 5000 или 3000 рублей. Новогодние скидки на 40%. Бутик «Елена Миро», проспект Ленина, 65. Вы смотрите «Бьюти Тайм» далее в выпуске. Идеи для обновления праздничного гардероба, наряды для торжественных случаев и неформальных вечеринок. Любимый всеми жанр – платье на вечер и потом на каждый день – актуализируется особенно в предновогодний период. Обновка нужна по эмоционально-психологическим причинам. И чтобы в ней не просто войти в Новый год, но и оставаться продолжительное время. Оттенок «Гринадин» – вот что точно станет хитом на новогодних вечеринках. Лайт-версия тренда – цветовой акцент в этой палитре на наряде. В случае с самым популярным принтом-клеткой, облегченная ткань и наличие объемных аксессуаров позволят использовать тренд в вечернем образе, а впоследствии с легкостью вписать в рабочий аутфит. Ну и, конечно, декоры. Руки потянутся, возможно, по привычке к пайеткам. Но если же миссия все же примерить наряд неоднократно, лучше выбрать варианты изыскания – шелковая лента, меховая оторочка или пуговица в виде кристаллов. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Прическа – это 90% удачного решения актуального образа. Именно поэтому стилисты всегда настаивают на том, чтобы волосы были оформлены в соответствии с тенденциями парикмахерской моды. Их, в свою очередь, презентуют в рамках специальных показов, которые для профессионалов организуют известные парикмахерские бренды. Мероприятие в таком формате проходит у нас в Челябинске уже не первый раз. Это новая коллекция 2018 года «Женеви. Ген. Жизни». Это такой очень хороший повод мастерам вдохновиться, подзарядиться, позитивом, узнать для себя что-то новое. Что-то для повседневной жизни, что-то подиумные варианты, окрашивание с тенденцией 2018 года. То есть все современное, самое новое, привезли они в Челябинск. Ведущие мастер-класса, топ-стилисты из Санкт-Петербурга, продемонстрировали новые техники стрижек и стандартные решения цвета и формы. В числе тенденций следующего сезона по-прежнему актуальными останутся яркие цветные окрашивания, как Total Color, так и в качестве акцентов на темных или светлых волосах. Что же касается стрижек, наряду с естественной волной станут актуальными графичные формы, круга или квадрата. Постоянно идет развитие, постоянно очень много всего появляется нового. Ну вот сегодня я жду, что это будет просто всплеск красок, несовместимые абсолютно там какие-то цвета. Ну и вдохновение, новых знаний, конечно, яркость цвета в первую очередь, конечно. И вообще новые работы интересно очень будет посмотреть. Как правило, открывается второе дыхание. Всегда начинает политфантазия открываться, и я все больше и больше начинаю удовлетворять своих клиентов. Новый опыт, вдохновение и яркие впечатления получены. А теперь пришло время воплощать идеи в работе с реальными клиентами. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Ученик легендарного тенора Лучана Поворотти, обладатель уникального диапазона, участник телевизионных шоу и лауреат международных конкурсов. Игорь Монаширов – частый гость на челябинских сценах. У нашего зрителя имя этого артиста ассоциируется с детским благотворительным фондом Андрюша, попечителем которого он является. О своих заслугах говорит неохотно, зато учителей вспоминает с теплом и благодарностью. Два человека, для которых я стал профессионалом. Дмитрий Сергеевич Попов и Кузьмич Матешин. Единственный педагог, который ко мне так относился, наверное, как к сыну, вот она. Вот такой известный хор, родители жизни Попова. А потом просто, когда мутация закончилась, позвонил руководитель хора и сказал, ну что там сейчас с голосом-то творится, приезжай, посмотрим. Я приехал, он сказал, ну как у тебя хорошо все творится с голосом. У меня был такой совсем, такой высокий тендер, ну не высокий, а очень лиричный. И он сказал, говорит, очень хороший, после мутации результат у тебя давай-ка поступай в ГИТИС. И я поступил в ГИТИС сразу, да, в 17 лет. Вы знаете, одно время я был только классическим певцом. Потом я во время своей профниприкону, все будем так говорить, да, когда я дорабатывал свой голос и пытался его разработать, но я случайно попал в театр, который был полуэстрадный, стал эстрадным певцом. Да, у нас была даже группа «Триогрант», ее даже по телевизору много показывали. И после этого я стал эстрадным певцом, а потом уже опять вернулся к классике, сейчас уже и то, и другое делаю. Зац, все пошли, и я пошел. Просто после второго голоса уже понятно, что этот проект интересный. Второй голос был самый успешный, и вот второй голос все-таки немножко продвинул людей. И третий, если бы я чуть дальше задержался, и не было этой ситуации, то, наверное, может быть, все было бы интереснее. Но так случилось, как случилось. Даже не концерт, а когда я первый раз пел оперу «Кармен». Просто я улюблю очень эту оперу. Я хазе пел в опере «Кармен». Это был не дебют, это было уже... Ну, просто я был не очень здоров, и у меня очень тяжело далось. Но волнение, которое у меня было, оно такое очень... До сих пор я помню это. Потому что я очень люблю эту партию. Для меня она очень знаковая. Про награды я не люблю. Чего тут достоинно, это не важно. Знаете, есть масса людей, у которых огромное количество наград, они выходят, открывают рот и понимают, что лучше бы они про эти награды не говорили. Главная моя награда – это зрители, как они реагируют, как они воспринимают, насколько я достучался до их сердца. Это самая большая награда для певца. Это «Бьюти Тайм» – программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Знакомо ли вам чувство, когда после удачного отдыха снова требуется отдых? Восстанавливать свои силы можно дома на диване. А можно доверить это мероприятие профессионалам. Восточные техники массажа, проверенные столетием, возвращают к жизни быстро и эффективно. Тип массажа предлагается выбирать в зависимости от утренних симптомов и вечных предпочтений. Итак, открывает наш спа-обзор традиционный тайский масляный массаж. Сочетание расслабляющего массажа всего тела с ароматерапией помогает снять усталость и нервное напряжение. После него человек чувствует себя обновленным и полным жизненных сил. Следующий в списке восстанавливающих спа-процедур – детокс-массаж. В наших экологических условиях он, в принципе, показан всем и каждому. Ну а после вечеринки с высоким градусом веселья он просто необходим. Массаж травяными мешочками рекомендован тем, кто предпочитает танцы до упаду. Это уникальная техника, которая включает в себя ароматерапию, прогревание биологически активных точек и даже элементы йоги. Особенным образом происходит и подбор трав. В зависимости от того, какого лечебного результата необходимо добиться, подбираются и лекарственные травы. Массаж травяными мешочками является великолепной антистрессовой процедурой, способствующей выведению токсинов и стимулирующей кровообращение. Ну а если вы не в восторге от шумных вечеринок и предпочитаете спокойное времяпрепровождение, то массаж горячими камнями – идеальное решение для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Массаж тела с использованием натуральных камней способствует глубокому расслаблению и дарит вам ощущение физического покоя и душевного равновесия. А это восстановительная программа «Два в одном». Здесь и массаж, и тренировка. Тайский традиционный массаж в кимоно включает в себя элементы йоги, улучшает кровообращение и обмен веществ. После такой процедуры вы ощутите небывалый прилив сил. Вечеринка – это всегда многосложное мероприятие, но мало кто знает, что к ней нужно не только подготовиться, но и распланировать свой отдых после. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Sony Кривой 30. Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. До 31 декабря в салоне проходит акция «1 плюс 1». Покупая один сертификат, второй вы получаете в подарок. Территория Тайского СПА. Улица Российская, 206. Для тех, кто ценит красоту и время, клиника эстетической медицины «Максима Клиник» представляет уникальные аппаратные технологии за один час, красота и здоровье с максимальным комфортом, консультация в подарок плюс приятный сюрприз. Телефон для записи 200 ровно 3395. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Красивое подробности алиẤп. Красивое Красивое подробности Красиво Красивое подробности Красиво 부탁 Красиво Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Еще больше сюжетов о красивой жизни на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Там же новости моды и анонсы модных событий. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом. Я. Имидж-студия Елены Ивановой.